В городскую казну поступают средства от приватизации имущества, а также от аренды и продажи земельных участков и нежилых площадей, принадлежащих муниципалитету. Те помещения, которые пустуют и приходят в упадок, денег в бюджет не приносят. На Думском комитете предложили использовать опыт коллег из Казани, где предпринимателям предлагают площади в аренду, платить за которую придется только через 2-3 года. Взамен бизнесмены ремонтируют помещения и содержат их за свой счет. Доходы, которые приносит Департамент управления имуществом, они очень важны в общей казне города, для того, чтобы мы могли решать проблемы, связанные с социальными вопросами. Поэтому на сегодня депутатов волнуют особенно те суммы, которые мы долгое время не можем взыскать с арендаторов помещений и земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности. Не менее животрепещущим стал отчет главы Департамента строительства и архитектуры. Сергей Рыбаков отметил, Самара укрепляет свои лидерские позиции по сдаче в эксплуатацию жилья, в том числе эконом-класса, а также активно работает в сфере расселения граждан из ветких и аварийных домов. Актуален также вопрос подготовки к чемпионату мира по футболу, строительства объектов, инфраструктуры. Без уплотнения городской среды наши перспективы на выживание равны нулю или даже отрицательны. Разрастание в границах ни один город себе богатый в мире не позволяет. Жить как-то надо в тех границах, которые сформировались. Комфортную среду надо создавать. Для застройщиками нужно на эту тему работать. К 2018 году, считают в департаменте, Самара существенно преобразится. В городе благоустроят уже существующую среду, а новые объекты, в том числе дороги, строить будут по самым высоким стандартам. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.